Золотое шитье занимает особое место в истории вышивки и по сей день остается одним из самых трудоемких и кропотливых видов рукоделия. Мастерицы, владеющие техниками золотого шитья, ценятся по всему миру. Зарима Тлинова, работник Центра народной культуры Кашхабрского района, является таким мастером. И не только. Она прекрасная мама троих детей, хорошая хозяйка и многочисленный призер и победитель различных конкурсов. Об этом вы услышите из ЮУСТ. Моя профессия в моей жизни занимает одно из первостепенных мест, так как профессия культработника, в частности, руководителя кружка по народному ремеслу, должна нести традиции, обычаи молодому подрастающему поколению, чтобы наши традиции, нашего народа, наши обычаи не были утерянными. Молодое поколение, наши дети и последующее поколение должны помнить, чтить наши традиции и обычаи, уважать старших. В своей творческой деятельности я стараюсь принимать участие в различных культурных мероприятиях, тех, за которые получила, получаю награды, дипломы. В начале своей работы, когда я сюда устроилась, приняла участие в 8-м республиканском фестивале «Адыгейского сыра». Было очень волнительно, конечно, так как первый раз участвовала в таком обширном мероприятии. Там я заняла диплом второй степени в номинации «Самый вкусный адыгейский сыр». Также принимала участие в республиканском фестивале конкурсе «Женщина года-2022» в номинации «Женщина-золотые руки», который проводил «Союз женщин» в республике Адыгея. Затем имеются дипломы за участие в международном фестивале адыгской культуры, в фестивале конкурсе «Звездочки Адыгеи». Также в прошлом году проводился первый раз международный фестиваль на земле нартов. Затем также получала награды за участие в республиканских выставках, ярмарках, посвященных Дню Республики Адыгея, дальше к столетию нашей республики. В этом году приняла участие в конкурсе «Лучший культработник», где в районном масштабе я стала победителем. Затем приняла участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший культработник». Получила диплом за сохранение народных ремесел. По образованию зарема педагог, но любимое хобби стало главной профессией по жизни. Я заканчивала филиал Адыгейского университета по профессии учитель начальных классов. Я еще в школьные годы ходила на кружок золотого шитья к Хиштовой Анисет Шхамбиевне. Она мой преподаватель, она всему обучила, чему я научилась. Я очень благодарна ей за это, так как вначале это действительно было мое хобби. Но волей судьбы я оказалась в центре народной культуры. И когда мне дали этот кружок по золотому шитью, я была очень рада, так как дома как бы хотела, пыталась заниматься этим. Но с тремя детьми это было невозможно, так как это шитье требует очень много времени и усидчивости. Секретом техники шитья золотом зарема обучает девочек, очень много желающих овладеть этим прекрасным навыком. Стараюсь как бы в своей деятельности привлекать маленьких черкешинок к нашей традиционной культуре, в частности к золотому шитью, так как к этому ремеслу адыгских девушек приучали с раннего детства. «Золотое шитье» как бы воспитывает девушек черкешинок маленьких, чтобы они уважали старших, чтобы они были трудолюбивыми, учат послушанию это ремесло, терпению, усердию, так как девушки черкешинки, я думаю, должны обязательно обладать этими качествами, как трудолюбие, терпение, усердие. Глядя на работы Зари Матлиновой и ее учениц, можно с уверенностью сказать, что традиции и культура адыгов будут сохранены. Мы, работники культуры, должны, даже обязаны нести и передавать нашу традиционную культуру, наши обычаи младшему поколению, подрастающему поколению, чтобы они, еще раз повторяюсь, должны и помнили наши обычаи и традиции. В первую очередь, они должны разговаривать на нашем родном языке. Национальные праздники, обычаи, обряды тоже мы стараемся передавать молодому поколению при помощи мероприятий, которые мы часто устраиваем в Центре народной культуры, у нас в ауле Пашихавле. Именно золотое шитье, может, на первый взгляд кажется, что нетрудное ремесло. А вот когда начинаешь обучать детей, или даже взрослым показывать технику золотого шитья, они, как бы, приходят в восторг, что такое, как бы, очень красивое направление искусства и в то же время требует огромного терпения и усердия.